Здравствуйте, меня зовут Жукова Ася, и сегодня мы с вами будем делать дерево счастья. Также оно называется топиарик. Для этого нам понадобится большой пластмассовый шар, гофрированная бумага и сизаль. Начнем мы с того, что будем делать цветы для этого дерева. Берем гофрированную бумагу и отрезаем небольшие полоски, которые нам пригодятся для цветов. Таких полосок нам нужно сразу много, потому что цветов тоже будет много. Ширина полоски не должна быть больше, чем пять сантиметров, потому что будут очень большие цветы, но и не должна быть очень маленькая, тогда ее очень сложно будет скрутить. Мы разворачиваем вот эту большую ленту и отрезаем размер примерно с локоть. Вот каждого. Из этих полосок сейчас будем крутить цветы. Мы берем одну и начинаем складывать ее гармошкой. Вот таким вот образом. Вначале гармошка идет ровненько, затем она... Начинаем заворачивать центр вокруг своей оси, и тогда цветочек получается похожей на настоящую розу или лилию. Скрутив вот такой цветок, мы берем шар, сразу же горячим клеем и ставим на него капельку клея и все основание плотно ставим на этот шар. Через пару секунд оно берется и уже распускаем такой цветочек. Чтобы на дереве была и зелень, для этого мы используем сизаль. Отрываем небольшими кусочками и катаем шарики. Из каждого кусочка, желательно одинакового размера. И теперь каждый такой шарик приклеиваем вокруг цветочка. Вот за такое короткое время у нас получился цветок в окружении листьев. Для того, чтобы ускорить этот процесс мы уже сделали цветы, которые сейчас клеим вокруг этих листьев. Таким образом, чтобы каждый цветочек был окружен зеленью. Тапиари, также дерево счастья, это европейское течение, которое пришло к нам совсем недавно. Такие деревья делают для украшения интерьера, для подарков. Вот приклеив вокруг цветы, цветы мы делаем опять шарики, которыми окружаем эти цветы. Слово топиари пошло из обозначения садов, которые делали специальные садовники. И в римских, в египетских садах у каждого императора и фараона был собственный человек, который ухаживал за садом и делал специальные красивые скульптуры из деревьев, вырезая и подстригая особой формы. Тапиари также бывают фруктовые, кофейные и цветочные, которые мы сегодня делаем. Такие деревья можно делать достаточно быстро, если купить цветы искусственные и сразу же их обклеить на шарик. Тогда можно использовать абсолютно любые букеты. Вот у нас уже есть половина дерева. Вместо пластмассового шара вы можете использовать обычную бумагу, которую скатываете в комок. Ее можно обклеить скотчем, тогда оно примет вид шара, на который вы будете приклеивать цветы. Также используют не только круглую форму, форму сердца используется, форма яйца также. И треугольный конус, но он больше подходит для елок. Очень важно гармонично сочетать цвета на дереве. Лучше не использовать больше двух-трех цветов, потому что тогда очень сложно сочетать цвета. Два-три цвета, вот эта цветовая гамма построена на контрасте, розовый и зеленый. Также можно использовать сближенные цвета, разные желтые. Хорошие контрастные сочетания это красный-зеленый, который вместо красного можно использовать розовый и какой-то должен быть главный цвет. То есть они не должны быть равнозначны по тону. Один должен быть какой-то светлее, другой темнее. Также желтый с фиолетовым хорошо смотрится. То есть нам не обязательно использовать листья только зеленого цвета. Можно из сизаля делать и разноцветные деревья. Особенно под интерьер, когда мы делаем, нужно смотреть, какие цвета есть в интерьере и брать на них похожие. И третья контрастная пара – это синий и оранжевый. Это хорошее, может быть, апельсиновое дерево. Если взять оранжевые фрукты пластиковые, тоже продаются в разных магазинах для хендмейда, то они будут очень хорошо смотреться с синими сизалевыми шариками. Садовники, которые делали деревья для императоров, они придавали им особую форму. И эти деревья были декоративными и украшали. Поэтому это название перешло на штапяри, которые тоже используются для украшения. Уже украшения интерьера, а не экстерьера. Сейчас мы уже заканчиваем делать дерево, и нам нужно оставить место для столба. Вот мы здесь его примерно поставим. Поэтому все остальное закрываем дальше шариками. Затем, оставив место для ствола, мы берем... Для этого можно использовать любые деревянные, можно даже использовать дерево, можно использовать карандаши такие большие. Сейчас мы обклеим его зеленой лентой, чтобы она подходила нам по цвету. Эта специальная лента, она при растяжении клеится сама. Уже липкая лента. Тут главное, чем ее больше растягивать, тем лучше оно пристает к дереву. Низ нам не обязательно доматывать до конца, потому что он будет закрыт вот вверх. Мы очень хорошо намазываем клеем, потому что это все будет держать все дерево, и приклеиваем к шару. Для того, чтобы оно лучше держалось, вот приклеиваем и держим какое-то время. Для того, чтобы оно лучше держалось, по краю еще проходим клеем. Вот специально делаем такую горочку, тогда оно точно выдержит дерево, и не будет со временем ломаться. Здесь оно застывает. Сейчас мы можем заняться немного ведерочком. Наше дерево мы будем садить ведром. Для этого можно использовать горшочек, но такое ведро нам очень подходит по цвету, и оно очень хорошо украшает. Также мы ведро можем украсить, тоже поддержав его розовыми лентами, для того, чтобы оно подходило под дерево больше. Внизу мы таким же горячим клеем приклеиваем розовую ниточку. Вот, а на место стыка мы клеим пуговку. Украина тоже очень хорошо подойдет. Наше дерево теперь немножко держится, уже держится. И на самое дно, и на самое дно мы наливаем много клея, и ставим дерево теперь туда. Ставим и долго держим. Для того, чтобы дерево хорошо держалось, сразу же еще тоже по краю там клеим. Это немножко сложно, когда глубокое дерево, но приклеив дерево, мы ставим туда любой наполнитель. Это может быть кусок тряпки, это может быть пенопласт, может быть даже земля, но лучше ее не использовать. Таким образом, дерево держится еще лучше и также ведро становится тяжелее и и может держать груз. Приклеивая по краю, чтобы оно не... Сверху мы берем тоже сизаль и уже расставляем в виде травы внизу. И это все прижимаем, чтобы оно там держалось. Для украшения есть очень много разных, разной мелкой бижутерии. Это божьи коровки, это птички разные, которые можно посадить на дерево, гнездышки и все вот эти мелочи можно найти в магазинах для хендмейда. Практически в любом. Также в цветочных магазинах есть такие вещи. Вот. И еще можно использовать пару листиков, которые тоже где-то сверху приклеить, чтобы они торчали красиво. И создавали еще больший объем этому дереву. Вот за такое короткое время вы можете сделать дерево, которое украсит ваш дом, украсит вашу жизнь и сделает все счастливее. КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok